В КФУ прошло заседание наблюдательного совета. Татарстан примет участников 15-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В университетской клинике КФУ применяют инновационную методику в хирургическом лечении гиперпаратериоза. В Казанском федеральном университете состоялось заседание наблюдательного совета. Подробности смотрите далее. 17 октября состоялось заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. В ходе мероприятия ректор КФУ Ильшат Гафуров представил отчет за период работы с 2015 по 2019 годы. Также были обсуждены вопросы текущего управления университетом. На заседании присутствовали почти все члены совета, в том числе заместитель министра науки высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Кагогин прислали письменное мнение по вопросам повестки. В докладе директор КФУ отметил, что в планировании оценки эффективности своей деятельности университет опирается на два стратегических документа. Программу развития федерального университета и программу повышения глобальной конкурентоспособности. Проект «Пять-100», в котором КФУ участвует с 2013 года. Кроме того, КФУ опирается на требования программ, формирующих задания со стороны Республики Татарстан. Членам наблюдательного совета был предложен план развития Казанского университета и целевые показатели, которых предстоит достигнуть в ближайшем будущем. Все решения, требуемые для согласования с наблюдательным советом по вопросам повестки дня, были утверждены голосованием. Так было подтверждено, что бюджет университета за 2019 год превысит 11 миллиардов рублей, а средняя заработная плата преподавателей и научных работников продолжит тренд на повышение. Сохранив уровень, вдвое превышающий средний показатель оплаты труда в Республике. Валерия Муратова, Ленарда Валитьяров, Универньюс. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Более подробно смотрите далее. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Отметим, что в Казани, на родине русского поэта, государственного и общественного деятеля Гавриила Державина, мероприятие проходит в пятый раз. «Количество участников у нас растет года от года. В этом году у нас рекордное количество, география расширяется. Я думаю, что в этом году у нас зарегистрировано больше тысячи студентов только, которые будут принимать участие в нашей конференции. 12 круглых столов заявлено и две дискуссионные трибуны». Цель конференции – изучение деятельности творчества Гавриила Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. «Для студентов не только планируется участие в наших традиционных заседаниях, но и большая культурная программа, ряд мероприятий с питательным характером, потому что мы очень хотим, чтобы студенты, которые приезжают из Москвы, из филиалов университета юстиции, не только приобщились к научной деятельности, но еще и узнали культуру нашей республики Татарстана и узнали побольше о нашем образовании нашей республики». Открытие конференции пройдет 18 октября в 11 часов в императорском зале Казанского федерального университета. Врачи университетской клиники КФУ во время операции применяют препарат с флюоресцентным эффектом для диагностики паращитовидных желез. Чем интересна и нова данная методика, узнаете в следующем сюжете. Диагноз «почечная недостаточность» является распространенным заболеванием. Это синдром нарушения всех функций почек, приводящих к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Пациенты с таким диагнозом обречены на длительное ожидание трансплантации почки или на хронический гемодиализ пожизненно. Гемодиализ – это очищение крови аппаратом искусственная почка. Он берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь пациентов. У таких пациентов, как правило, через 3-4 года хронический гемодиализ развивается вторичная гиперплазия паращитовидных желез. Это закономерная ситуация, связанная она с потерей кальция во время каждого гемодиализа. Для того, чтобы дать пациенту шанс на трансплантацию донорской почки, его необходимо избавить сначала от жизнеугрожающего состояния, связанного с гиперплазией и аденоматозной трансформацией паращитовидных желез. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оперируют пациента с хронической почечной недостаточностью. Он длительное время находится на гемодиализе. Во время операции врачи используют инновационную методику, где применяют препарат с флуоресцентным эффектом для диагностики паращитовидных желез. Этот препарат пациент выпивает за 3 часа до операции. Этот препарат в достаточно продолжительный период времени остается в организме, а в частности в большой концентрации паращитовидных железах. И вследствие их избирательного накопления в паращитовидных железах во время операции без относительных технических сложностей визуализировать паращитовидные железы увеличены. В ультрафиолетовом свете они горят ярко-красным светом, что значительно облегчает их визуализацию во время операции. Данная методика является недешевой, поэтому применяется в сложных случаях. Несмотря на это, она имеет достаточно много плюсов. Мы избегаем достаточно продолжительного и сложного дорогостоящего исследования интероперационной гистологической диагностики, которая подтверждает, что это действительно удаленная ткань паращитовидной железы. Мы значительно в разы укорачиваем продолжительность операции и делаем ее фактически для них безопасной и комфортной в том плане, что на коротких релаксантах они идут, быстро пробуждаются, быстро активизируются. Все операции на щитовидную и паращитовидные железы сопряжены со значительным риском повреждения жизненно важных структур. А благодаря светящемуся агенту хирурги видят четкие контуры опухоля и могут удалить ее радикально. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новые генетические подходы для терапии мышиной лихорадки. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новые генетические подходы для терапии мышиной лихорадки. Данные разработки дадут возможность прогнозировать длительность тех или иных симптомов, продолжительность заболевания, а также вероятность возникновения осложнений в зависимости от генотипа пациента. Проект направлен на то, чтобы выявить генетические факторы, которые отвечали за тяжесть протекания геморрагических лихорадок. Результаты помогут врачам-клиницистам подобрать индивидуальный вариант лечения мышиной лихорадки с учетом генотипа больного уже на начальном этапе болезни. Наша задача – помочь врачам, когда поступает пациент, разработать методы, которые бы предсказывали, будет ли осложнение у этого пациента или не будет, и в зависимости от этого правильно назначать лечение. Проводимое исследование было связано с участком ДНК, который известен как CCR5. Люди, родившиеся без этого участка гена, невосприимчивы к заражению вирусом иммунодефицита. Ген, так называемый CCR5, чем он знаменит? Мутация в этом гене делает человека невосприимчивым к инфекции вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. И вот совсем недавно, например, в Китае была громкая история, когда с помощью генной инженерии сделали двух близняшек, и ученые заявили, что удалили этот ген, и таким образом сделали их устойчивыми к ВИЧ-инфекции. Генотипирование проводилось для 98 пациентов с заболеванием и 592 здоровых жителей Татарстана за последние 4 года. И таким образом результаты работы позволили предположить, что восприимчивость к инфекции не зависит от наличия или отсутствия мутации в гене CCR5. Выяснилось, что число заболевших с этой мутацией или без этой мутации одинаково. То есть, по крайней мере, эта мутация не влияла на восприимчивость организма к геморрогической лихорадке. Но в то же время мы обнаружили, что у носителей этой мутации, это очень маленькое количество населения, у них болезнь протекала в более легкой форме. Данная работа является только частью исследований мутации в гене CCR5, в результате которой были получены фундаментальные знания, показывающие, насколько носители мутации восприимчивы к инфекции и как она у них протекает. На этом у меня все. Следите за нами в социальных сетях. До встречи!